Ну пираты, знаете, они такие доверчивые. Злодей подобрел, потому что хочет кровавый месть. Надо учиться, Константин, кроме Виктории Исаковой. Привет друзья. Сложно оценивать хорошее, яркое, веселое кино, в котором есть серьезные недостатки. Сказать, что оно плохое, невозможно, я ведь с удовольствием его посмотрел. Сказать, что хорошее, но хорошее, но не умалчивать же о том, что мне не понравилось. Меня зовут Андрей Цветков и я посмотрел фильм Александра Андрющенко сто лет тому вперед. Итак, Коля Герасимов из обычной московской школы случайно находит Космион, который непонятным образом переносит его в будущее на сто лет вперед, где власть захватили садовники, газонокосильщики и ландшафтные дизайнеры. В будущем нет ничего, чем пользуемся мы. У них нет телефонов, нет скорой помощи, они никому не звонят и уж тем более не звонят. Они сидят на лужайках, болтают и смеются. Это больше походит на образцово показательный дурдом, в котором я бы не хотел оказаться, но каждый по своему представляет будущее, так что тут вопросов нет. Коля сразу не мучаясь попадает на Алису Селезневу. Вообще, авторы фильма очень любезно почти исключают ситуацию, в которой люди, перемещаясь во времени или в пространстве, не могут с кем-то не встретиться или кого-то не найти. Это мы простые люди, часто испытываем сложности. Большой город, много людей, все куда-то несутся. Герои фильма сразу падают друг другу на голову, чтобы избежать излишних коммуникаций. Хотя делают они скорее всего это из корыстных соображений. Новые герои, новые эпизоды, новые локации, все это требует денег. А деньги государственные. Итак, еще по одному случайному совпадению, которых слава богу в фильме хватает, Коля и Алиса учатся в одном классе, в одной школе, только с разницей в 100 лет. А еще по одному случайному совпадению физику у Коли преподает мама Алисы, которую Алиса разыскивает. Мама Алисы – супергерой из будущего, которая убила главного злодея будущего – Глота, который по случайному совпадению выжил и находится в сверхсекретной тюрьме. Сверхсекретную тюрьму в одиночку захватывает удалой пират Весельчак У, который по случайному совпадению доверяется хитрому Глоту, но пираты, знаете, они такие… доверчивые. Глот с Весельчаком хотят захватить Космион, но им очень мешает их разговорчивость. В самый важный момент, когда надо просто убить Колю и забрать Космион, чтобы править миром, они пускаются в пространные рассуждения о судьбе и жизни, ну и конечно Коля успевает улизнуть. Коля во время эпичной битвы за его жизнь билась в основном Алиса, потому что она обладатель розового пояса по волосам, а Коля лохматый за дров. Перемещает всех в двадцать первый век. Перемещение во времени выглядит в фильме загадочно. Во-первых, Коля должен как-то возбудиться психофизически. Непонятно, он при каждом возбуждении будет летать туда-сюда, ведь подростки в возрасте Коли очень легко возбуждаемы и как бы это не привело к тому, что он постоянно будет метаться по временному туннелю. Или этим как-то можно управлять. А во-вторых, непонятно, по какому принципу он прихватывает с собой разное количество людей. Во время первого перемещения он находится рядом с Фимой, однако в будущее улетает один, а во втором перемещении захватывает с собой всех, кто был в радиусе 50 метров. Я думаю, что можно выпустить книгу пояснения к фильму и таким образом еще увеличить и без того прекрасные сборы. Значит все попадают в прошлое сюда к нам. Коля, Алиса, два пирата и робот Вертер. Находят маму Алисы, я немного сокращаю, но не думайте, что там все так банально. Каждое сюжетное действие разбавляется Чукаловым, иногда эффектно. Все вместе, но уже без пиратов, наши герои отправляются в будущее, но оказывается, что если оставить пиратов в прошлом, они захватят власть и устроят тюрьму. И будущее уже не будет таким лучезарно подстриженным, а наоборот. Солнце перестанет всходить и на улицах будут сожженные автобусы и будет жуткий тоталитаризм. Ой, как мне нравится, как это звучит. В жутком будущем герой встречает подобревший весельчак У. Он преобразился и стал добрым и таким немножечко влюбленным. Почему? Потому что он хочет отомстить глоту. Это, признаться, самое любопытное объяснение того, почему герой преобразился столь радикальным образом. Злодей подобрел, потому что хочет кровавой мести. Предложение, возражение, да нет, другое. Дальше идет странное Чукалова в странном пластиковом интерьере с людьми в капюшонах. Признаться, я часто встречаю этот прием – люди в капюшонах. Конечно, капюшон, скрывающее лицо, придает человеку загадочности, но их необычайная ловкость и сноровка поражают меня. Лично я, когда иду в капюшоне по городу это ужасно мешает. У тебя закрыт обзор, ты плохо понимаешь, что справа, что слева. Его ужасно хочется снять, и только проливной дождь останавливает меня от этого. Но герои фильмов долго и упорно дерутся в капюшонах, соглашаясь снять его с головы только когда оператор выйдет на крупный план. В этот раз оператор попался твердохарактерный и снимал загадочных людей только общим планом, что заставило их стоически не снимать капюшон. К сожалению, это увеличило количество смертей, что в общем объясним. В результате битвы гибнет герой Александра Петрова, и дальнейшее повествование теряет всякий смысл. Но актеры, надо отдать им должное, доигрывают драму до конца и кладут конец тоталитаризму, беспринципности, бесправию и любви. Потому что она тоже стояла у них на пути. Вот такое вот кино. Я послушал много разных отзывов. Фильм людям нравится в основном. Не буду скрывать, понравился он и мне. Он симпатичный. Режиссер Андрющенко снимает интересно, но как бы неровно. Мне кажется, он очень компромиссный человек и с трудом говорит нет. Особенно звездам. К примеру, Александр Петров создает очень яркий образ, но сильно перебарщивает с ужимками и ухмылками. Их слишком много на минуту экранного времени. Понятно, что актер не видит себя. Режиссер, который по точному выражению Кристофера Нолана является представителем зрителя на съемочной площадке, должен это пресечь. Но Александр не пресекает. Примерно все артисты временами недоигрывают, временами перебирают. Кроме Виктории Исаковой. Она прекрасна как актриса и как женщина. Чего ты хочешь? Ну и Хабенский, конечно. Ну и конечно Хабенский. Ну и конечно Хабенский. Ну и конечно Хабенский. Ну и Хабенский конечно. Который просто не умеет плохо играть. Надо учиться, Константин. Ведь как говорят умные люди, все в жизни надо попробовать. Примерно так же развиваются эпизоды. Есть эпизоды безупречно выстроенные и сыгранные. Есть какие-то затянутые пластмассовые. Некая странность замечается в героях. Есть Алиса, то она супер-боец, который выносит троих врагов, то она мягкая девушка, не способная сопротивляться. Странно выглядят эпизоды, в которых Коля, очевидный задрот, не умеющий оказать сопротивление, убеждает Алису, супер-бойца, что прикроет ее маму, супер-супер-бойца. Чем прикроет? Скорбью в своей. Пошел ты. Ну и финал. Глот, надувший всех, вообще всех, оказывается обманут самым примитивным образом старшеклассникам. Тут мы с Константином Сергеевичем солидарны. Не верим. Паниковский не обязан всему верить. В целом фильм хороший, смотрится легко, хотя в какой-то момент появляется ощущение затянутости. Отличная графика, прекрасные костюмы, декорации, локации, что там еще постановочное есть. Все отличное. Отличная операторская работа, актерские работы, сценарий и режиссура тоже очень даже. А то, что я Бухчуно, это работа такая. Я посмотрел и получил удовольствие. А чего еще нужно от фильма? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Бусти, Донат Айлертс, карты, если хотите поддержать мою работу. Лайк или дизлайк, если я вызываю у вас эмоции. Комментарии, если вы согласны со мной или не согласны. Всем хорошего настроения и душевного равновесия. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова